всем всем добрый день уважаемые коллеги профессионалы и любители красивых ногтей сегодня я хотела бы с вами поделиться такими небольшими секретами нюансами даже наверное не секретами а просто нюансами своими собственными наработками которыми вы могли бы воспользоваться и ускорить процесс работы процесс обслуживания клиентов казалось бы такая стандартная процедура как снятие гель-лака сегодня практически каждый профессионал каждый мастер выполняет эту процедуру ежедневно но и в ней тоже есть такие небольшие моменты о которых я хотела бы вам рассказать в каждой процедуре в каждой услуги есть своя определенная техника вот этой техники в принципе как бы никто не учит да то есть есть порядок выполнения работы положили ватку нанесли средства обмотали фольгой сняли апельсиновой палочкой или лопаточкой вот в принципе как бы все так работают все так делают но не все знают о небольших таких вот моментах на заре своей карьеры скажем так профессиональной когда еще акрил был гораздо популярнее чем гель и акриловая технология это незавершенный процесс полимеризации и снимается он именно таким способом как мы сейчас снимаем гели сок офф растворимые да гель лаки мы сняли этих ногтей акриловых сумасшедшее количество и выработали я лично выработала для себя свою такую вот технику которая действительно ускоряла процесс снятия если акриловые ногти ускоряет этот процесс который я хочу вам сегодня предложить то снятие гель лаковых ногтей ускоряет еще больше потому что акрил был гораздо толще гораздо прочнее сам по себе моделирующий материал здесь очень все быстро очень тонко и снимается гораздо быстрее сколько в принципе занимает по стандартная процедура у мастера ну от 10 до 15 минут скажем так не такое уж большое время мы тратим на эту процедуру можем ее сократить вдвое практически с учетом тех моментов которые я вам сейчас расскажу что же нам понадобится для того чтобы выполнить эту процедуру в принципе ничего нового все то чем вы пользуетесь в повседневной работе абсолютно никаких новых моментов это средство для снятия у меня профессиональная если девушки женщины в домашних условиях решили снять себе ногти хотя я этого делать не рекомендую все-таки нанести в принципе можно а снять все-таки лучше у профессионала потому что можно навредить самому же себе не желая этого поэтому тем не менее если кто-то снимает в домашних условиях то вместо профессионального средства если нет возможности приобрести или вот под рукой не оказалось что можно воспользоваться ацетоносодержащей смывкой для лака она немножко дольше этот процесс затянется но снять гель-лак можно затем обычная вата либо такая либо медицинская обычная это ножницы для того чтобы порезать этот спонж ватный на определенное количество кусочков это апельсиновая палочка или лопаточка с топориком для того чтобы счистить у меня апельсиновая палочка да вот там а сорт гигант как-то не помню даже где ее приобрела но удивил размер этой апельсиновой палочки она имеет точно такую же форму и я из нее сделала палочку для набирания страз она удобно и держать удобно дальше пинцет нам понадобится обычный не обратный понадобится пипетка пипетка профессиональная в любых магазинах пластиковая для того чтобы контролировать набор жидкости для того чтобы не было перерасхода и масло для кутикулы либо опять таки можно воспользоваться жирным питательным кремом и перчатки обязательно средства защиты для рук мастера потому что средства для снятия гель-лака или акрила она достаточно агрессивная может вызывать как аллергию так и ожоги кстати ожоги могут вызываться также и у клиента хочу на этом немножко заострить внимание мастеров и клиентов тоже если при нанесении при обертывании то есть в процессе того как идет процесс растворения вы почувствовали клиент почувствовал дискомфорт эффект движения по кутикуле нужно обязательно срочным образом снять с ноготочков с пальцев ватные спонжики снять вместе с фольгой обработать щелочным раствором промыть и оказать клиенту первую помощь потому что вот эти вот пощипывания такие это и есть сигнал о том что происходит микро ожог если не снять клиенты бывает так что не реагируют или мастер говорит что нужно немножко потерпеть подождать это нормально после снятия может получиться такие вот мелкие пузырчатые водянистые пузыречки которые говорят о том что это и есть собственно говоря ожог такие ожоги бывают и после неправильного использования кислотного праймера поскольку праймер это стопроцентная метакриловая кислота и обильное ее использование на ногтях может приводить тоже под таким вот последствиям это чаще всего на клиентах с очень чувствительной с тонкой кожей которая восприимчива к различного рода агрессивной химии которую мы используем в своей работе еще забыла сказать нужно будет вот такой вот стаканчик мы будем набирать пипеткой средства не из большой емкости а будем набирать из маленькой баночки потом это остатки которые есть можно будет вернуть назад для того чтобы опять проговорюсь не было перерасхода материала ну и собственно говоря модель которую мы использовали для нанесения гель-лака это был бигель я рассказывала о нем показывала сегодня на этой же модели мы покажем заодно как продержался гель-лак продержался он у нас на сегодняшний день это 14 дней то есть ровно две недели модель самостоятельно укоротила себе длину потому что ногти отросли она не любит длинные ногти и поскольку кутикула достаточно быстро отросла сейчас такой сезон сезон солнечный сезон когда витамин роста витамин d усваивается хорошо благодаря солнечным лучам и соответственно ногти растут быстрее чем не солнечные сезоны и вот эту вот отросшую часть кутикулы модель сама себе закамуфлировала глиттерным лаком золотистого цвета мы снимем этот лак глиттерный для того чтобы вы могли увидеть насколько отрасли ногти насколько качественно и хорошо продержался этот бигель о котором я вам рассказывала ну и собственно говоря покажем саму процедуру снятия в процессе я еще буду рассказывать о вот этих вот моментах и нюансах про которые я хотела вам рассказать так приступаем к практике ну что ж вот что мы имеем если помните в прошлом видео мы наносили нашей модели бигель он отрос на уже наверное миллиметров 6 я сейчас сниму вот эти вот блесточки которые наша модель сама себе нанесла чтобы не было видно отросшую часть чтобы вам показать насколько качественно он держится и насколько он опрос мы все остальные ноготочки мы просто пообертываем потому что стирать глиттерный лак сами знаете что это такое сегодня у нас 15 день после того как мы нанесли гель-лак модель сама себе укоротила длину потому что любит короткие ногти и дискомфортно ну вот собственно говоря кутикула которая отросла вот торец который после опила даже ничем не запечатывался то есть она проходила с ними еще наверное где-то сколько дней 5 после этого да где-то вот дней 5 и так сейчас у нас процедура снятия и начинаем с того что мы обрабатываем руки антисептиком обязательно распределить пока модель обрабатывает ручки распределяет я хочу обратить ваше внимание на то что у меня вот здесь в стаканчике уже есть средства для снятия его набрала петочкой вот этой мне будет удобно с ним работать и теперь о ватном диске часто встречается что мастера вот берут и на четыре части так вот на четыре части разрезают ватный спонж и таким образом одну четвертую часть прикладывают на один ноготь вот такую одну четвертую часть прикладывают на ноготь и оборачивают фольгой что у нас происходит вот это вот большая такая вот часть ватного спонжа пропитанная полностью средством для снятия гель-лака это ацетонно содержащие средства достаточно агрессивная попадает на кожу около ногтевого бокового боковых валиков происходит травма кожи соответственно могут появиться микро ожоги ну и плюс вот это количество ватного спонжа будет пропитана средством для того чтобы хорошо произвести отмачивание гель-лака должно быть определенное количество то есть полусухая ватка будет не будет давать того эффекта на который мы рассчитываем то есть нужно будет либо еще раз наносить либо прилагать усилия физически для того чтобы счистить гель-лак или спиливать его потом пилкой или бафом размер ватного кусочка должен быть не больше чем размер ногтевой пластинки и вообще я предлагаю вот таким вот образом поступить с ваткой и объясняю почему во первых рыхлая ватка она набирает большее средство которое мы будем расходовать которое мы будем использовать для снятия такое в таком состоянии ватка рыхлая позволяет сэкономить даже и ватку в том числе потому что вот у нас половинка диска уйдет на все десять пальцев чем меньше размер ватки которую вы будете использовать тем меньше расход материала и более эффективным будет снятие гель-лака я в начале в теории в сегодняшнем говорила что не обязательно ватные диски можно взять обычные обычную медицинскую вату аптечную вот вот этого вот вот половинка которую я отрезаю я убираю вот этой вот ватки нам будет достаточно вполне для того чтобы снять гель-лак с десяти ногтей дальше пинцетом я буду набирать вот такое вот количество ватки прикладывать на ногтевую пластиночку уже смоченную в растворе либо прикладывая на ногтевую пластинку ватный спонжик вот этот мы пипеткой будем наносить сюда средство то есть в принципе кому как удобно мне удобнее брать пинцетом кусочек ватки смачивать в растворе и сразу же прикладывать к ноготочку относительно ватки проговорила теперь относительно фольги фольга она стандартная у всех одинаковая наверное это пищевая фольга она имеет две стороны одна сторона глянцевая вторая сторона матовая обертывание нужно производить таким образом чтобы пальчик лежал на глянцевой стороне матовая сторона у нас будет сверху пальчика и более эффективным снятие получается если происходит процесс нагревания а глянцевая сторона будет отторгать тепловые лучи которые либо есть в помещении либо мы будем оказывать дополнительную тепловую реакцию для того чтобы ускорить процесс матовая сторона не отторгает эти тепловые лучи поэтому располагать нужно фольгу матовой стороной кверху это еще один момент о котором я говорила то что может ускорить процесс ну и собственно говоря масло для кутикулы либо жирный питательный крем который будет у нас служить в качестве защиты и питания около ногтевого кожного валика мы уже непосредственно переходим к процедуре снятия поэтому наношу масло для кутикулы еще один момент зная что у меня система SOAK OFF которая растворяется сразу же мне не нужно поверхность шлифовать или спиливать если же вы используете либо финишный гель топовый либо у вас система скажем не SOAK OFF не растворяется верхнее покрытие то тогда конечно же нужно спилить пилочкой механическое спиливание сделать только потом наносить средство и оборачивать гель лак наносим масло достаточно хорошо наносим и пропитается кожа и соответственно защитит от попадания ацетона или ацетона содержащего средства процедуру выполняем конвейерным методом стараемся чтобы масло не попадало на ногтевую пластину и соответственно не тормозило процесс растворения гель лака потому что масло может нейтрализовать ацетон либо получится плохо либо не получится вообще